В Красноярске на улице Калинина люди, живущие в доме номер 74, будто вернулись в каменный век. Их квартиры превращаются в руины. По словам жильцов, этот дом должны были признать аварийным, но земля, на которой он стоит, не представляет интереса для застройщиков. Ведь рядом проходят линии электропередачи и железная дорога. Сейчас этот дом пытаются отремонтировать. Из бюджета выделили около 7 миллионов на устранение повреждений. Но здание в таком состоянии, что при прохождении поезда можно заметить, как начинают трясти стены и крошится кирпич. Инструментальную экспертизу, которую обещали по ходу ремонта, ее никто не делает. А визуальная, по идее, она должна быть хотя бы 80%, а ее уменьшили до 62%. Чтобы признать дом аварийным, должно быть хотя бы 70%. По мнению жильцов, ремонтировать дом не имеет смысла. Ведь для этого необходимо заменить весь старый кирпич. В противном случае он и в будущем будет разрушаться, а государственные деньги окажутся потраченными напрасно. Сейчас люди живут в постоянном страхе, ведь их жизни держатся на четырех деревянных балках. У меня лично трое детей. И вот мы, допустим, их отправляем по лагерям, по бабушкам, но слава богу, они у нас есть. Так как действительно боишься, вот знаете, думаешь, проснешься утром или не проснешься, или под завалами этого дома окажешься, потому что с той стороны падают кирпичи, снизу падают. У меня лично от батареи тоже несколько кирпичей отвалилось. Я говорю, это дело времени, всего лишь дело времени, и он рухнет весь просто-напросто. В департаменте городского хозяйства нам пояснили, что на данный момент капитальный ремонт – это все, что могут сделать городские власти. Ведь дом так и не признан аварийным. Конечно, хотелось бы сделать большего, да, но есть сегодня законодательство, через которое мы не можем перешагнуть. Значит, специалисты оценили его, мы с резервного фонда выделили эти средства. Конечно, наша ответственность сейчас власти, чтобы контролировать проведение ремонта, чтобы он был сделан качественно, чтобы усиление произошло капитально. Судя по всему, на время реставрации жителям придется смириться с постоянным риском, ведь даже место ремонта строители не огородили сигнальными лентами. И здесь постоянно играют дети. Владислав Томашавска, Сергей Подлевский, Вести Красноярск. Сегодня Эдхам Акбулатов встретился с жильцами домов на улице Техническая. В трех деревянных бараках нет водопровода, центрального отопления и канализации. Туалет находится на улице, а набирать воду приходится в колонке. Носить нужно по 5-6 ведер воды в день. Сейчас что-то с колонкой происходит, там вода керосином отдает. А мы ходим в соседний дом, там нас жалеют и дают маленько водички. Всего в Красноярске около тысяч.